Друзья, это реально кино обо всем, с праздником преображения Господня всех, двунадесятым праздником. Хочу рассказать то, о чем я уже упоминал на канале вскользь, но это будет жесткий ролик, вообще очень жесткий. Возможно, кому-то будет не очень приятно услышать это все. Я не беру, как я уже говорил, на себя миссию Осипова, священников на себя не беру, потому что это не мое дело. Я на себя могу только взять миссию человека, который имеет специальное образование по пиару, который может анализировать причины следственной связи и который живет в этом мире. Только это. И вот что я хочу сказать в этой связи. Как я уже говорил, кто давно на канале, они видели, а кто недавно пришел, я думаю, будет интересно послушать. Многие называют эти праздники яблочный спас, медовый спас и даже попы, не сильно до конца образованные, как я считаю, начинают. Сегодня там преображение, господни, яблочный спас. Кого спас яблочный? Это что за кликухи? Спас яблочный, привет, яблочный, привет, ребят, медового натуре. Что за кликухи? Понимаете, в чем фишка там? В чем это опасно, сейчас расскажу. Вроде бы ничего страшного. Только мы набираем, когда в гугле праздник, допустим, преображения господни, первые пять ссылок будут, чего категорически нельзя делать на бедовый, на яблочный спас. Яблочный спас, чего нельзя делать категорически, чтобы была удача. Заговор на удачу, яблочный спас. Давай, дружок. Что это такое? Это язычество, которое пришло смешаться с нашей верой. И это по факту сатанинские проявления. Я сейчас объясню, почему. Потому что мы видим братский народ, который пренебрегал этим всем. И у него в храмах теперь на баянах играют, пляшут пляски, заменили иконы. И многие люди, у них нет, как это называется, языковой нормы. Если при ребенке неправильно говорить, ехай там, ну в шутку. Жена иногда прикрасывает, прекрати при дядях так говорить. Не будет языковой нормы. Ты-то выросла в нормальной языковой норме в среде. Ты понимаешь, что это глупо и смешно. А ребенок не будет понимать, что нельзя говорить на потолку, ехай и так далее. У него не будет языковой нормы. Для него это будет нормально. Так вот, люди, которые рассылают картиночки на праздник с медовым спасом, с яблочным спасом, урай, баян там на картинке. Иногда какие-нибудь изображения с икон. Они занимаются очень страшным делом на самом деле. И попы в том числе. Потому что они рушат норму. Так сказать, языковую в кавычках. Рушат норму уставную. Что за звуки какие-то странные в машине издают. Как будто окна сами открываются. Так вот, что происходит. Сначала люди шлют картиночки, а потом одно понятие подменяет другое понятие. Как нам рассказывал в моем техническом учебном заведении преподаватель подчерчения. Очень интересные преподаватели были у меня. Которые дали основу в свое время. Хотя я выбрал другую профессию. Не авиационного инженера. Он рассказывал. Говорит, знаете как лошадиные силы на киловатты меняются? Сначала пишет лошадиных сил в скобочках киловатт. Потом говорит киловатт в скобочках лошадиных сил. А потом сразу киловатт. Уже лошадиные силы все отвыкли. Также меняется языковая норма и уставная. В языковой норме, если вы помните, неправильная форма всегда побеждает правильно. В языковой норме. Кофе уже можно средний род. Раньше только мужской. Мавитон нельзя средний род. Сейчас уже можно средний допускается. То же самое происходит и в уставной норме. Сначала спас ореховый, спас медовый. Сначала эти кликухи, которые священник Самбона озвучивает. Может он сказать, что в народе этот праздник называется там яблочный спас. Но это неправильно. Мы не должны это применять, потому что это разрушает уставную норму. По идее, это Осипов должен говорить, а не я. Я рассказываю, как пиарщик это. К чему это все приведет? Причины следственной связи. А потом придут люди с баянами. Возможно, со свастиками. Зайдут в храмы. А у других не будет понимания, что не так-то. Ну, а что не так? Подумаешь, мы же картинки с баяном слали. Все нормально. Не буду сильно плохой ролик делать такой, чтобы уж прям совсем злобный. Вот просто хочу рассказать, что это явление очень опасное. Очень опасное. И оно... Чем оно опасно, я сказал. Не хочу никого обвинять и обличать, а для себя хочу понять, что надо быть внимательным к уставным нормам, чтобы ни в себе, ни в своей душе, ни своими действиями в глазах других людей эту уставную норму не разрушать. И не посылать эти веселые картинки. А если уж что хочешь сказать человеку в праздник, то скажи, ты мне дорог. Я тебе благодарен за все. Вот сегодня у меня одной знакомый день рождения. Ты иначе, я тебе за все благодарен, спасибо тебе за все. Это важнее, чем присылать картинку с днем рождения, где пляшущая утка. Это тупо, глупо, пошло, я не знаю. А добрые слова, они всегда на вес золота во все времена. Друзья, хочу сказать вам свои добрые слова. Вчера мы ездили к многодетной семье, и в связи с тем, что с Ютубом происходит сейчас, я недопонимаю, что будет дальше. То есть, так как отменили монетизацию, аннулировали от Сенс, о чем я уже говорил, что присылали на почту монетизации теперь ноль, просмотры роликов упали там в 4-5 раз. Ну, то есть, ролик Ютуб, грубо говоря, не предлагает из нашей страны, потому что ему это невыгодно предлагать в предложку ролик. Потому что он на нем не зарабатывает, и вот так Ютуб висит, лишь бы висеть. То есть, у меня давно не было, чтобы на роликах там не добиралось тысячи просмотров. Даже на самых таких пропадных, про благотворительность, которые мало кому интересны. Но есть другой момент. Вот если я сейчас начну говорить про действия в Курске, то, о, сразу все подписываться придут. А я бы сказал бы про действия в Курске, про... Я скажу, кстати, в конце кое-что. Очень важное об этом. Очень важное. Но я не люблю эту тему, не хочу ее освещать. Она очень сложная. И если я скажу всю правду, то мне придется жить в племенах в Южной Америке. Там есть такие племена, которые не затронуты цивилизацией. Они очень агрессивны, поэтому их мало изучают. Ну, если вот они из меня только шашлык не сделают. Так мне не будет возможности жить ни здесь, ни там, потому что я скажу правду. Так вот, друзья, есть другой аспект. Есть люди, которые помогают каналу, и многих имен я даже не знаю. Я верю и надеюсь, что Бог их знает, что Он воздаст вам своей великой милости. И хочу сказать, что на вас все держится. Пока вы есть, есть эти проекты, есть помощь. Есть мой канал, есть эти видео. Возможно, они кому-то будут полезны. Возможно, кому-то принципиально полезны будут. Благодарю вас. Я не знаю вашего имени, дорогой человек, и те люди, которые пришли мне помочь. Ну, мы двое знаем, о чем идет речь. Мой земной поклон за вас пожизнен навсегда. Каждый день. Друзья, благодарю вас. Все будет хорошо. Теперь маленькое пророчество. Все это плохая история. Закончится хорошо, неожиданно и скоро. Победа будет за нами. За правдой, за добром, за человеколюбием и за Богом, скажем так, за теми, кто с Богом. Кто его не предал, не разрушил уставную норму. Ну, и еще у нас была такая вчера дискуссия в закрытом кругу, что вот они считают, что наша церковь продана КГБшникам, что КГБшники там руководят. Ну, их-то продано ЦРУшникам. И если наши КГБшники искренне и честно, я это видел, ходят туда, участвуют в таинствах, они, может, не совсем правильно представляют веру в начале своего пути, но я видел людей, которые представляют веру правильно, которые прошли этот путь, они исправились, и у них есть шанс. То у них шанса нет, потому что их ЦРУшники, они только издеваются над этим и посмеиваются. Друзья, все будет хорошо, всем добра. Я благодарю вас, обнимаю, надеюсь, что мы будем вместе. Все мои каналы, в том числе новый Рутуб, есть в описании к каждому видео. До связи.